В этом видео мы хотим вам рассказать о том, что сейчас происходит с автомобильным бизнесом между Южной Кореей и Россией. Все мы знаем, что в 2014 году осенью курс доллара очень сильно поднялся в России, поэтому, конечно же, продажи автомобилей снизились и отправка в Россию. Но, тем не менее, по-прежнему самым востребованным автомобилем для России остается Starrocks 4WD, потому что альтернативы этой машине до сих пор нет. Если мы возьмем машины, известные как Volkswagen Multivan, они есть функции 4WD, потом есть Mercedes Viana, Mercedes V-класса, эти автомобили все-таки по цене значительно дороже Grand Starrocks. Часто задают вопрос, хочу Starrocks 4WD. Не нужно думать, что их здесь очень много. Дело в том, что сам выпуск этих автомобилей здесь, в Южной Корее, был снижен, потому что все вы видели, какие здесь в Южной Корее дороги мы вам показывали, климатические условия. И в самой Южной Корее продажи Starrocks 4WD не идут, так как, например, они идут в России. Но официальный дилер Hyundai в России не продает официально Grand Starrocks 4WD. Там есть только версия заднеприводная H1. И сама корпорация Hyundai не приветствует то, что продажи заднеприводных Hyundai H1 в России падают за счет того, что всем хочется приобрести Grand Starrocks 4WD. Поэтому еще раз повторю, сам выпуск автомобилей полноприводных в Корее сократился, поэтому их здесь немного. Если вы заинтересованы в приобретении Grand Starrocks 4WD, то этот автомобиль мы всегда подберем, но на это нужно время. За моей спиной стоит черный Grand Starrocks 4WD, комплектация HVX, он уже выкуплен клиентом в Самару, поедет туда, ждет в своей очереди на отправку парома в Пусан. И в следующую пятницу на ближайшем пароме он туда уедет. Сейчас мы покажем эту машину, конкретно приобретенную для клиента. Заглянем внутрь, посмотрим, что в ней такого, примечательного. Это машина 2015 года, но несмотря на это она в старом кузове. То есть у нее нет рестайлинговой решетки, нет рестайлинговых передних фар и у нее старая панель. Та, которую вы всегда привыкли видеть в наших видеообзорах. Отличительной особенностью комплектация HVX чисто визуально. Это, конечно же, независимо от цвета автомобиля, это всегда темно-серый низ, бампер и молдинги сбоку. Ну и, конечно же, вы видите, что клиренс у версии 4WD разительно выше, чем просто у заднеприводного автомобиля. Также отличительной особенностью комплектации HVX является то, что при открывании и закрывании двери в него складываются и раскладываются боковые зеркала. Нажимаем кнопку закрыть, боковые зеркала складываются. В машине будет всегда два ключа. Запасной, основной, два брелка дистанционного открывания и закрывания дверей. Клиент попросил наклеить ему такие вот декоративные накладки на двери. Также мы наклеили ветровики. Машина пульная. Просим извинить за это. Полностью тонированная, конечно же, тонировку необходимо будет снять с передних стекол и с лобового стекла. Здесь автомобили в основной своей массе всегда тонированные. Это просто необходимость, потому что здесь всегда очень солнечно и тепло. Здесь все как обычно. Это 11-местная комплектация. Отличается тем, что переднее сидение раздельное. И между ними имеется подлокотник, в котором есть бокс для хранения различной мелочи. Заведем автомобиль. Именно у этой машины пробег составляет 15 715 километров. Вот заветная кнопка 2WD, 4WD. Здесь мы видим климат-контроль. Магнитола. Кожаный руль. С управлением акустической системой и Bluetooth на руле. Но в этой версии отсутствует круиз-контроль. Здесь мы видим в стойках двери низкочастотные динамики. Хутляр для очков. В этой комплектации два люка. Кожаные сидения. Но кожаные они не полностью. Боковины сделаны из кожзама. Кожаная только верхняя часть. Перфорированная кожа. Достаточно хорошего качества. Здесь мы видим подогрев и вентиляция сидений. Выход USB. Можно включать клэш-карты. Два бардачка. В машине четыре подушки безопасности. Руль регулируется в одной плоскости выше и ниже. Здесь мы видим кнопку включения-выключения противотуманных фар. Включение подогрева руля. Включение обогрева переднего стекла. Регулировка яркости подсветки приборов. И кнопка антизаноса. Или еще ее называют кнопкой VDC. Огромный салон. В этой версии имеются сдвижные форточки. В боковых сдвижных дверях. Кнопка дистанционного открывания лючка бензобака. В отличие от более свежих версий Grand Star X. Здесь нет отдельной горловины для заливания мочевины. Литые диски. Для пассажиров второго ряда имеется отдельное управление климатической установкой. И открывание люка. И есть подсветка. Заглянем в подкапотное пространство. Здесь мы видим привычный двигатель. 174 лошадиные силы. С системой впрыска Common Rail. Напоминаем, что все Star X заходят в Россию как 145 лошадиных сил. Что, конечно же, благоприятно сказывается на стоимости владения этим автомобилем. И налог более низкий за этот автомобиль. Если вы заинтересованы в приобретении Grand Star X 4WD 2WD. Как новых, так и БУ. Обращайтесь к нам. Обязательно мы в этом поможем. Здесь мы сотрудничаем с крупнейшими экспортерами автомобилей в Российскую Федерацию. И всегда с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Просчитаем тот или иной автомобиль с доставкой в ваш город. С вами был канал из Кореи. Алексей Журавлев, Максим Совалов. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Благодарим за внимание. До новых встреч.